В начале выпуска о крупном ДТП с туристическим автобусом на юго-западе Турции. По последним данным, 6 человек погибли, в том числе четверо россиян. Еще 20 наших соотечественников доставлены в больницы. Ноги в тяжелом состоянии. Что стало причиной аварии, выясняется. Есть версия, что водитель не справился с управлением на скользкой дороге. Иван Прозоров подробнее. Пострадавших доставили в ближайшие клиники. Ранения тяжелые. Переломы, черепно-мозговые травмы, порезы. Выжившие туристы рассказали. Турецкие спасатели и врачи на трассу прибыли быстро, в течение пяти минут после аварии. Но нескольким пассажирам уже ничем нельзя было помочь. Турецкие власти подтвердили гибель как минимум четырех россиян. На данный момент известно о четырех погибших и 38 раненых. Все они доставлены в ближайшие больницы. Пока это вся информация, которая у меня есть. 64 туриста из России, Казахстана, Украины и, по некоторым данным, Белоруссии. Это была рядовая экскурсия в Памуккале, турецкую геотермальную жемчужину. Каждый день туда отправляются сотни автобусов с пляжных курортов. Этот рейс уже выдвинулся обратно. Путь лежал в Анталью, но отъехать успел всего 20 километров от Памуккале до провинции Денизли. Там, по словам туристов, на трассе шел дождь и водитель не справился с управлением. Во время спуска с горного склона на большой скорости автобус перевернулся, вылетел в кювет и повис на отбойники. Некоторые пассажиры вылетели через окна. Ну вот было сыро, он едет там, потом занесло, сломал барьер, опрокинулся. Теперь подняли, вон там у барьера стоит. Автобус принадлежал крупной турецкой компании «Келит Глобаль». Она занимается приемом иностранных туристов, управляет отелями, обслуживает российских отпускников по путевкам туроператоров «Библиоглобус» и «Тестур». Представители туроператора также подтвердили, российские туристы были застрахованы, поэтому необходимую помощь и компенсацию получат и раненые россияне, и родственники погибших. Впрочем, независимо от этого, всем пострадавшим первую медицинскую помощь окажут бесплатно. Была достигнута договоренность, что если происходит ДТП, особенно если в этом ДТП виноват гражданин Турции, медицинская помощь оказывается бесплатна, вне зависимости от того, есть страховка или нет в страховке. Но если нужна какая-то уже потом серьезное оперативное вмешательство, какая-то серьезная помощь, тогда, конечно, страховка, безусловно, здесь играет роль, и она потом включается. Водитель автобуса выжил, и пока неизвестно, какое он понесет наказание. А также, какие выводы сделают турецкие власти. Ведь только российские туристы уже трижды за год попадали в аварии. Погибли в них шестеро россиян, десятки получили ранения. Об опасных турецких дорогах и особенностях местного вождения нам рассказал турист, который буквально вчера ездил на экскурсию в Памуккале на том самом автобусе, что разбился сегодня. Возможно, из-за неосторожности водителя. Так как дорога там действительно очень опасна, дорога идет сарпантином по горам, возможно, все с этим было, возможно, это стало причиной аварии. Имена погибших и пострадавших туристов сейчас уточняются. Почти два десятка человек остаются в больницах в тяжелом состоянии. Иван Прозоров, Мария Михнеевич, Дарья Алексеева и Тирилл Данилов. Первый канал. Новость последних минут связи с аварией в Турции. Открыта горячая телефонная линия. Номер на ваших экранах 8 800 775 1717. Информацию предоставляет МЧС России совместно с нашим консульством в Турции и Ростуризмом. Кроме того, психологи работают с родственниками тех, чьи близкие отдыхали в Турции, могли пострадать ДТП и с кем не удается связаться. Еще раз номер 8 800 775 1717.